Казанский федеральный университет В Казанском федеральном университете проведена краткая экскурсия по Казанскому федеральному университету. Представители государств посетили музей истории, где им рассказали о выдающихся личностях, а также о тернистом и могущественном пути становления вуза. Иностранные представители заинтересовались учебой Льва Толстого и Владимира Ленина. Свыше 52-59 тысяч обучающихся в Казанском университете, у нас 12 945 иностранных обучающихся из 101 страны. Мы одни из лидеров по количеству иностранных студентов Российской Федерации, очень большой контингент иностранных обучающихся. Не так много студентов, в целом из африканских стран порядка 500 студентов обучаются. Из ваших стран, скажу чуть попозже, ну или может быть сразу обозначу, к сожалению, не такое большое количество студентов. Они в основном обучаются по государственной линии, по стипендиям Российской Федерации на обучение. Задачей встречи было продолжение сотрудничества Казанского федерального университета с африканскими странами. Посол Республики Экваториальная Гвинея рассказал, что для граждан его государства обучение приносит большую пользу в их дальнейшей реализации. Также он отметил, что им интересно учиться новому, и они открыты для сотрудничества с университетом. Для их стран важны связи с Российской Федерацией, и они собираются продолжать совместную работу. Они учились здесь. И благодаря этому образованию, которое Советский Союз им дал на сегодняшний день Российской Федерации, у нас есть это. Дружеские отношения. И думаю, что если смотрим истористики международные, как называется, международные, когда есть выбор ООН или какой-то международной организации, 90% стран Африки поддерживают Российской Федерации. Приезд послов африканских стран завершился встречей с их гражданами, которые проходят обучение в Казанском Федеральном Университете. Всего студентов из Экваториальной Гвинеи один, из Анголы трое, а из Бурунди двое. Представитель Экваториальной Гвинеи поблагодарил за теплый прием и пообещал, что такие встречи не станут редкостью и лишь укрепят многолетний союз. Стоит отметить, что для того, чтобы поспособствовать развитию этого союза, ежегодно Казанский Федеральный Университет проводит форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура», в котором принимают участие представители африканских стран. Встреча проводится в рамках обучения граждан. Таким образом, Казанский Федеральный Университет продолжает укреплять связи по всему миру. И мы уверены, что этот визит был не последним. Ксения Бронская, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. Универ. Новости.